Привет! Сегодня будем разбираться, стоит ли покупать iPhone 11 с расчетом на 2021 год и какую модель лучше выбрать. В общем, задачи стоят масштабные, поэтому детально посмотрим на смартфон, фактически сделаем полный обзор с учетом требований 2021 года. iPhone 11 вышел под лозунгом «Buy Innovation Only» только с помощью инноваций 10 сентября 2019 года. Поскольку этот аппарат уже не новый, сперва разберемся, насколько он мощный, тем более что некоторые показатели вызывают вопросы. Например, процессор A13 Bionic, на котором работает смартфон, содержит два кластера ядер, тогда как конкуренты в лице Snapdragon 865 – три. Как считают отдельные эксперты, Apple A13 Bionic – небольшой апгрейд предыдущего процессора. Мотивировка простая – те же 6 ядер в центральном процессоре, 2 производительных и 4 энергосберегающих. Такие же, разработанные своими силами 4 ядра в графическом чипе и уже привычные 8 в нейронном. Такой же 7-нанометровый техпроцесс только второго поколения. Кстати, к моменту анонса iPhone 11 7-нанометровые процессоры уже потеряли статус новинки. Их производила не только TSMC, но и другие компании. В общем, нужно было что-то предпринять и придумали стандарт N7+, а потом более продвинутый N7 Pro. На нем делались Apple A13 Bionic. По заявлениям TSMC, этот стандарт намного лучше, чем N7+, и тем более, чем обычный 7-нанометровый. Правда, в чем выражаются преимущества, до сих пор не раскрыли. Процессор в iPhone 11 состоит из двух силовых ядер Lightning в переводе молния с частотой 2,65 ГГц и 4 энергосберегающих ядер Thunder в переводе гром. В сравнении с предыдущим чипом A12 ядра радикально доработаны и улучшены. Центральный процессор стал производительнее на 20-30% и экономичнее на 30-40%. Экономичность обусловлена многими факторами. В том числе Apple сделала интересный финт. Изучив самое популярное приложение из App Store, компания узнала, что большую часть времени вся мощь силовых ядер не требуется даже тяжелым программам. В общем, процессор обучили самостоятельно подбирать оптимальный режим. Благодаря отличному взаимодействию софта и жереза работает все это быстро и беспроблемно. Более того, процессор может отключать не только силовые ядра, но и любой блок системы на кристалле, а потом почти моментально включать его. Все это делает A13 энергоэффективнее. Также нужно учесть, что мощность графического процессора выросла в 6 раз. Все это дает оптимистичные результаты в Antutu. Смартфон с такими баллами просто не может работать плохо. В iPhone 11 конструктивно заложены предпосылки к перегреву, так заявляли некоторые эксперты на старте продаж. Все дело в материнской плате, сложенной пополам, что препятствует нормальному теплоотведению. Несмотря на конструкцию, нагрев у смартфона умеренный. Больше 40 градусов температура не поднималась даже в сложных играх. Производительность смартфон почти не теряет даже при долгих нагрузках. Подводя итог, мощности больше, чем достаточно. Смартфон тянет все на максимальных настройках и так будет еще года два. Поддерживаться, то есть получать обновление системы, он будет еще года четыре. У iPhone 11 4 гигабайта оперативной памяти, что по способности удерживать приложение примерно соответствует 8 или даже 12 гигабайтам на Android смартфонах. Поэтому даже большие программы долго остаются активными. Более того, в 11 iPhone, как и в любом другом смартфоне с яблоком, не нужно выгружать приложение из оперативной памяти. Именно поэтому в iOS нет кнопки закрыть все. iPhone 11 поставляется с модемами Intel. Не самая радужная подробность, учитывая, что модемы от Qualcomm в предыдущих моделях были быстрее. Но претензий к скорости работы интернета в 11 iPhone нет. С качеством связи тоже все хорошо. Ловит везде, где ловят другие смартфоны, голос передает четко. 5G в этом смартфоне нет. Все iPhone 11 делают в Китае. Ходили слухи, что Apple хотела перенести производство во Вьетнам и в Индию, но этого сделано не было. Вариантов памяти до этого смартфона немного. 64, 128, 256 гигабайт. Добавить место нельзя, флешку в смартфон не вставишь. iPhone 11 существует в трех моделях. A2111 для американского рынка, A2221 для Европы и России и A2223 для Азии, Китая, Гонконга. Первые две без проблем обслуживаются в России по гарантии. A2223 не факт. Не рекомендую брать смартфоны для японского рынка и Объединенных Арабских Эмиратов. В первом случае будут неотключаемые звуки затвора камеры и не факт, что нормально работающий NFC. Во втором не работает FaceTime. Распознать эти смартфоны можно по индексу модели. По последним буквам. Настройки, основные, об этом устройстве, номер модели, или на коробке можно почитать. J, Япония, A, E, по-английски буква называется И. Это Объединенные Арабские Эмираты. Сеть смартфоны всех моделей ловит хорошо. У меня, например, аппарат для Сингапура, модель для азиатского рынка, Китая, Гонконга, и никаких проблем. Кстати, он на две физические сим-карты, а E-SIM в нём не поддерживается. В европейских и американских моделях, наоборот, будет одна физическая симка и E-SIM. В смартфоне установлен Wi-Fi 6 802.11ax с технологией MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, чип U1, благодаря которому iPhone можно использовать вместо ключа для некоторых очень новых и очень дорогих машин, или для подключения к сетям малого радиуса действия. В России этот чип не работает, потому что пока не удалось договориться об использовании в коммерческих целях частоты, на которой он функционирует. Экспресс-карты с резервным питанием также есть в смартфоне. Их можно настроить и после этого платить айфонам через несколько часов после того, как он разрядится и выключится. Смартфон поддерживает Dolby Vision, HDR10 и HLG. Экран. Его реальную диагональ никто толком не знает. Если бы дисплей был прямоугольный, то правильной цифрой было бы 6,06 дюйма. Но поскольку экран закруглён, то цифра будет другая, чуть меньше. Известное всем 6,1 дюйма это примерное значение. Экран сделан по технологии IPS. К ней относятся по-разному. Большинство реальных владельцев экран устраивает. Многих из тех, кто не имеет личного опыта, экран напрягает, потому что они считают дисплей дешёвым и устаревшим. Есть ещё люди, для которых экран айфон 11 это настоящее спасение, потому что их глаза болезненно реагируют на шим в OLED-матрицах. Также будут люди с необычно чётким зрением, которые в экране увидят зернистость и будут от этого испытывать неприятные ощущения. В общем, советую лично посмотреть на дисплей перед покупкой и понять, как именно ваш организм на него реагирует. За себя скажу, отличный экран с классными углами обзора. Называется Liquid Retina HD. Именно HD, потому что разрешение 1792 на 828 пикселей. Оно даёт плотность картинки в 326 ppi и я не вижу зернистости. У дисплея достойная контрастность, 1400 к 1. Он поддерживает широкий цветовой охват P3, то есть способен показывать около 45% видимых человеком цветов. Мягкие, естественные и при этом сочные оттенки, отличная черта айфон. Смотреть на экран приятно. Чёрный цвет, конечно, не так хорош, как в OLED, но чё он похож на тёмно-серый. Смотрите, на этой картинке ситуация многократно хуже выглядит, чем она была в жизни, но зато понятно, о чём я говорю. Дело в конструкции дисплея. IPS-экран подсвечивается везде, даже в тех местах, которые должны быть абсолютно чёрными. Затем слой жидких кристаллов этот цвет перекрывает, и получается чёрное изображение. Проблема в том, что скрыть подсветку полностью кристаллы не могут, ночью это заметно. Зато дисплей не подвержен выгоранию. Можете его оставить включённым на год со статичной картинкой, и ничего ему не будет. Яркость экрана 625 кандел на метр квадратный. Почти всегда она не выкручивается в максимум. Просто нет нужды. Единственная ситуация, когда пользователю не хватит яркости во время игр, требующих моментальной реакции под ярким солнцем. Ну, если владелец залипает в Call of Duty на улице, например. В экране нет технологии 3D Touch. Зато есть тактильный отклик при нажатии и Haptic Touch, которые почти полностью перекрывают функционал выпиленной фишки. А ещё в дисплее есть True Tone. Это аналог технологии фильтра синего на Android смартфонах. True Tone подстраивает изображение под текущее освещение, делая картинку чаще всего теплее, желтее. Толстые рамки вокруг экрана всегда были предметом насмешек над iPhone 11, но действительно они напрягают лишь малую часть владельцев, а остальные высказывают мнение, не имея личного опыта использования. Владелец чаще всего не смотрит на рамки, его интересует то, что между ними, поэтому ширина не имеет значения. Кроме того, рамки симметричные со всех сторон, это выглядит сильно эстетичнее, чем подбородки и прочая похожая история на некоторых Android смартфонах. С чёлки тоже многие смеются. Говорят, что в других смартфонах такого уже давно нет, вот только люди не учитывают, что вместе с чёлкой отсутствует и превосходная, невероятная технология Face ID. Разблокировка по лицу в iPhone лучшая на рынке. Она работает корректно, надёжно, узнаёт владельца в темноте, не моргая при этом экраном. Узнаёт в очках, узнаёт с бородой, узнаёт в шапке, короче, очень годная история. Кроме того, Face ID даёт невероятную безопасность. Шанс её обмануть 1 к миллиону. Она в 100 раз безопаснее 4-значного пароля и в 20 раз безопаснее сканера Touch ID. А ещё эта технология быстрая. Поднесите смартфон к лицу, посмотрите в экран, свайпните вверх, пока вы будете это делать, смартфон вас узнает и разблокируется. Благодаря Face ID удобно пользоваться автозаполнением паролей, делать покупки в интернете и в App Store, использовать Apple Pay. Короче, отличная штука. А ещё она различает не просто лицо владельца, но и понимает, смотрит ли человек на смартфон. То есть пока владелец спит, другой человек не сможет его разблокировать, поднеся к лицу хозяина. Айфон не показывает содержание уведомлений до тех пор, пока не убедится, что владелец на него посмотрел. До этих пор будет значок, что пришло сообщение, например, из Инстаграм. Но его содержание будет скрыто. Кстати, ссылки на мой Инстаграм и Телеграм-канал в описании. Короче говоря, существование чёлки с лихвой окупается функционалом встроенных в неё датчиков. Особенно учитывая, что чёлка расположена вверху экрана, в области, где находится служебная информация, вроде уровня сигнала и тому подобного. Есть у технологии Face ID недостатки. Например, она не работает в горизонтальном режиме. Угол, с которого датчики способны считывать лицо, не настолько большой, как хотелось бы, но это всё мелочи. Камеры В смартфоне три модуля. Основной, который Apple называет широкоугольным, сверхширокоугольный, который я называю ширик, и фронтальный. Все модули имеют по 12 Мп, что на фоне показателей Android смартфонов выглядит не впечатляюще. Итак, основной модуль имеет диафрагму 1.8, ширик 2.4. Фокусное расстояние основной камеры 26 мм в эквиваленте, размер сенсора 1.2,55 дюйма. Есть фазовый автофокус с технологией Dual Pixel и оптическая стабилизация изображения. Ширик имеет фокусное расстояние 13 мм в эквиваленте. Во фронталке установлен объектив с фокусным расстоянием 24 мм в эквиваленте с диафрагмой 2.2. Основная камера iPhone 11 отлично снимает всегда. Днем, понятное дело, кадры без претензий. Этим не удивишь сегодня даже среднебюджетные смартфоны из Китая. Ночью очень красивые цвета. Они неестественные, но весьма приятные. Хочется смотреть и смотреть на них. Пожалуй, ночным кадрам не достает детализации по сегодняшним стандартам, но совсем чуть-чуть, так что это не является проблемой. Нестандартный подход применила Apple к съемке в условиях, когда уже не день, но еще не ночь. Сперва в дело вступает Smart HDR нового поколения. Если его усилий недостаточно, специальный режим Deep Fusion помогает. С ним фото делаются чуть дольше, но результат лучше. Смартфон получает много кадров, программно смешивает их, беря лучшее. На выходе получается классная фотка. У суперширокоугольной камеры не все так хорошо. Днем фото классное, а вечером и ночью нет. Этот модуль не имеет ночного режима, требователен к свету и включать его ночью смысла нет вообще. Ради эксперимента я, конечно, накатил программу, которая активировала на ширике ночной режим съемки. Разница, правда, заметна со стандартными фото, но качество все еще недопустимо низкое. Кроме того, в этой камере нет оптической стабилизации. Об этом позже, когда речь пойдет про съемку видео. Поскольку в смартфоне две камеры, то неплохо работает портретный режим. Границы объекта на переднем плане определяются именно сочетанием двух модулей. Результат не идеальный, можете увидеть погрешности, но все неплохо. В портретной съемке есть аж шесть вариантов портретного освещения. Зум у смартфона слабоват. Есть пятикратное цифровое приближение, по сути кроп-картинки. Также имеется двойной зум на уменьшение, которое получается при включении ширика. Смартфон неплохо снимается вспышкой. У него получается подбирать время открытия виртуального затвора камеры и свечения вспышки таким образом, чтобы передние и задние планы были хорошо видны. Технология SlowSung называется. Видео смартфон снимает невероятно. Просто обалденно. Умеет 4К на 24, 30 или 60 кадров в секунду. Замедленные ролики в 1080p на 240 fps. Смотрите. При съемке роликов в обычном режиме картинка получается плавной и стабильной, причем не только на основной камере, но и на ширике, где нет оптической стабилизации. Зум на видео слабый. Двойной на уменьшение при включении ширика и трехкратный цифровой на увеличение. Разумеется, смартфон записывает стереозвук. Примеры. iPhone 11 1080p 60 кадров в секунду. Тест видеозаписи. Начинаем с ультраширокоугольной камеры. Оцениваете детализацию, стабилизацию. Сейчас переходим на обычную камеру. И теперь максимальный трехкратный зум на видео. Возвращаемся в обычную камеру. И смотрим на автофокус. iPhone 11 1080p 30 кадров в секунду. Это основная камера. Супер широкоугольная. А еще у него есть спорная функция аудиозум. Идея была в том, чтобы при зуммировании отключать микрофон записывающий звук со стороны дисплея. Это должно было концентрировать внимание на звуках от приближаемого объекта. На деле работа этой технологии вообще не улучшает звук или делает улучшения почти незаметными. Слушайте сами и оцените, есть ли разница в звуке с приближением и без него. Кроме того, у Samsung стекло прочнее, потому что это Victus, седьмое поколение Gorilla Glass. Однако же в реальности, что iPhone, что Samsung, охотно царапаются обо все хоть немного твердое. Цвета корпуса смартфонов отличаются. Все варианты вы видите на экране. А теперь то же самое, но только справа есть помеха. Играет музыка, снова копирает sound. Буду приближать изображение, а вы смотрите. Лучше ли будет слышен ролик, который сейчас на iPhone. Потому что кнопки нельзя перейти. Но и здесь есть нюансы в виде случайных скриншотов. Дело в том, что поднимая смартфон со стола, можно случайно взять его за кнопки увеличения громкости и питания. А такая комбинация делает скриншот. Разумеется, в смартфоне есть довольно полезная функция Quick Take, когда прямо из интерфейса для фотосъемки можно одним движением начинать запись видео. Расширенный динамический диапазон доступен при записи видео до 60 кадров в секунду. А переключаться во время съемки между камерами можно вплоть до 4К 30 фпс включительно. Причем эти переключения происходят плавно и красиво. Фронтальная камера называется True Depth. Она умеет писать 4К видео с частотой кадров до 60 в секунду. Диафрагма у нее 2.2, она умеет снимать на обычный и узкий угол, превращаясь в этот момент фактически в 7-мегапиксельную. Расширенный динамический диапазон у камеры есть при съемке видео до 30 кадров в секунду. Имеется Smart HDR нового поколения, портретный режим с шестью под режимами и возможность писать замедленное видео в 1080p на 120 кадров в секунду. На фронталке работает функция Quick Take, а также Animoji и Memoji. В целом, качество изображения у этой камеры не лучшее, но и не стыдное. Вполне достойный вариант для 2021 года. Автономность у смартфона нормальная. Традиционно сложно описать ее точно, потому что если делать замер на LTE с плохим сигналом, то время работы будет отличаться от использования смартфона на Wi-Fi с хорошим сигналом. Такая же история с высокой и низкой яркостью и много чем еще. Вкратце. Я часто перехожу за 5 часов экрана в день и почти никогда за 7 часов. Играю редко. В основном это звонки, социальные сети, интернет и YouTube. В таком режиме смартфон всегда доживает до вечера. Запас, конечно, остается небольшой, но это не так важно. Аккумулятор в iPhone не слишком внушительный. 3 110 мАч. Несмотря на это смартфон, это официальные данные, может обеспечить до 17 часов просмотра видео, до 10 часов просмотра видео в режиме стриминга, до 65 часов воспроизведения аудио. Это предельные цифры в идеальных условиях. В реальности у меня получилось следующее. Тестировал на смартфоне со 100% состоянием батареи. При просмотре YouTube через Wi-Fi с отличным сигналом на автояркости, при комнатном освещении, автонастройке разрешения с 50% уровнем звука, смартфон за полчаса израсходовал 2% заряда. 15 минут игры в Call of Duty на максимальных настройках через Wi-Fi с отличным сигналом, на автояркости, при комнатном освещении и с 50% уровнем звука, забрали у батареи 8% заряда. В айфоне есть быстрая зарядка. За полчаса смартфон способен набрать 50%, но 20-ваттный блок для такой зарядки нужно докупать отдельно. Раньше со смартфоном пользователь получал аксессуар на 5 Вт. Это казалось стыдным. А сейчас уже роскошь, потому что комплект поставки изменился. iPhone 11 лишился зарядного блока и наушников. В коробку теперь кладут только кабель. Причем с USB-C. Изначально провод был со стандартным USB. У смартфона есть беспроводная зарядка. Реверсивной зарядки нет. На морозе iPhone 11 не выключается, как делали iPhone 6, 6s, 7. Даже не пытается выключиться. У смартфона обалденный звук. Микрофон, конечно, не передаст, но звук крутой. Нижний и разговорный динамики составляют стереопару. Причем смартфон сам понимает, где будет левый, а где правый канал, исходя из расположения устройства. Если его перевернуть, каналы автоматически поменяются местами. Теперь про дизайн и материалы. Стекло спереди и сзади, сбоку авиационный алюминий 7000 серии. Рамки смартфона отлично сопротивляются царапинам, стекло нет, поэтому для сохранности желателен чехол. Кстати, без чехла смартфон довольно скользкий. Год назад дизайн блока камер мне казался странным. Сейчас это вполне нормально и даже небольшая история. И выпирает блок по сегодняшним стандартам не сильно. Задняя крышка смартфона глянцевая. Блок камер матовый. По центру задней крышки логотип компании. Надписи iPhone нет. Сервисные обозначения вроде букв S, E, перевернутой мусорки, могут быть или отсутствовать, в зависимости от того, для какой страны сделан смартфон. Влагозащита у аппарата IP68. Он способен пережить погружение до 2 метров на время до 30 минут, но не стоит размахивать им под водой. Давление жидкости на корпус увеличится и риск протечки возрастет. Несмотря на официальную влагозащиту, Apple не признает гарантийным случаем попадания влаги в корпус. У iPhone 11 на корпусе 3 кнопки и 1 переключатель. Кнопки громкости и питания разнесены по разным граням, их точно не перепутаешь. Правда расположены они так, что порой одновременно, случайно нажимаешь кнопки питания и увеличение громкости. В результате смартфон делает никому не нужный скриншот. Переключатель беззвучного режима – штука невероятно удобная. Телефон можно сделать тихим одним движением. Затем также одним движением можно вернуть его на тот уровень громкости, который был ранее, и для этого даже не надо разблокировать аппарат. iPhone 11 продается в шести цветах – черном, белом, красном, фиолетовом, зеленом и желтом. Все цвета, кроме черного и белого, мягкие, приглушенные, пастельные. Концовка и выводы. Теперь я рассказал все, что собирался про iPhone 11. Этот ролик задуман, чтобы быть максимально полезным людям, которые размышляют над покупкой смартфона. Посмотрев видео внимательно, можно узнать много подробностей про гаджет и использовать информацию для принятия максимально правильного решения, исходя из личных потребностей, вкусов, задач. Если хотя бы кому-то одному этот ролик поможет, а про это мы узнаем из комментариев, значит он сделан не зря. Сам я считаю, что iPhone 11 – это очень быстрое устройство с большим запасом мощности и срока поддержки. Отличный, под мои нужды. Камерой, достаточным для меня дисплеем, хорошей автономностью, отличным звуком и адекватной для айфонов ценой. Если спросить меня, это лучший iPhone для покупки на 2021 год. Вот таким получился сегодняшний ролик. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о том, что увидели и услышали сегодня. Подписывайтесь на канал, на Instagram, на Telegram канал, ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok